Раз, раз. Товарищи, все сюда! Все скорей! О боже, ну что случилось? Что-то письмо пришло. Ну а что за письмо? От создателей сериала. От создателей. Так, 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 хороших местей не ждим. Помилуйте на семеро, только не это. Тихо. Простите, последняя серия очень плохо на меня попияла. Ну, зачитайте, мои любезные лорды. Кто? Нет, нет. Лорд Варис. Зачитайте. Будьте добрыми. Все мы знаем, как непросто быть фанатом «Игры престола». Смотреть этот сериал и иметь любимых героев – труд бессмысленный и беспощадный. Много раз наше шоу разбивало фанатам сердца, выносило мозг и сажало печень. Печень? Не спрашивайте, я после каждого эпизода в запое и минимум неделю. А после последних эпизодов вообще не просыхает. Я тоже. Само сел. Да, поэтому мы решили немного поэкспериментировать с жанровей и сделать наше шоу менее жестоким и беспощадным. Что? В этом эпизоде мы хотим дать зрителю больше добра, душевности и нежности. Своих идей у нас пока нет, но вы там держитесь. Здоровья вам, хорошего настроения, создатели. Помогите нам, Северо, только не это. О, голодника, да вообще, но не там. Стоять, спокойствие, добром, душевность, понимание. Все эти вещи для нас, конечно, новые. Но ничего, как говорится, ничто человеческое нам не нужно. Нам не чуждо, да? Вот именно. Поэтому предлагаю выполнять производственный план. Рассредоточились. Итак, в связи со сменой политики канала HBO, зима беджеменно отступила, и в Вестерос пришла весна. Пора любви и пробуждения природы. Сир Лора Стирл из Дома Золотой Розы созвал всех на пикник под открытым небом. Итак, приготовьтесь. Весна, любовь, Вестерос. Прошу всех к столу. Спасибо. Спасибо. Какая очаровательная компания. Как приятно всех вас увидеть взаимно. Нас пока маловато, конечно, но остальные вот-вот подтянутся. Очаровательно. А скажите, что старина Нед Старк тоже придет? Ну, он просил передачу, что он немного занят, но частично он, так сказать, с нами. Я бы даже сказала, лучшей своей частью. Так, снова про отрубленные конечности. Мои любезные лорды, вы что, забыли о письменку? Ну, уже давайте наполнять сериал добро. Вот, к примеру, какие хорошие новости по Вестеросу, а? Да какие там новости, Халиси? На востоке вот деревню сожгли. В мире они, господа, опять выступают. Зима пришла. Белые ходать не почти нашли до нас. Да, дорогиецы пару дней назад напали на население. Было ужасно. Они убивали, грабили, насиловали людей. И удачащие. Ужас какой. Кошмарно. А вот еще недавно в серте Вейлора 300 человек насмерть подорвали. Ой, простите, Сирлорос. Ничего, я уже привык. Ну что вы что, вы не расстраивайтесь. Все-таки весна, любовь, Вестерос, цветы хозяин постарался. Ой, спасибо, это бабушка моя выращивала на моей могиле. Ой, да я вас умоляю, какая могила? Там же даже пекла не осталось. Могли не наполинать. Ну что вы, что вы. По-моему, вам это лицо. Да, сразу так омолодились, похорошели. Ой, ну что, ра-ду-ра, смерть мне к лицу. Вам это тоже, кстати, не помешало. Да нет, спасибо, я пока и так чертовски хорош. Воздержусь. Да, вижу, как-то с добром у нас не очень. Ничего, не страшно. Поговорим о любви. Вы о любви. А что вас удивляет? Я в делах любви профессионал. Прошу вас. Приглашаю всех молодых, энергичных, привлекательных девушек-рестероса на работу в мое уютное заведение. Полный соцпакет, возможность карьерного роста, кружный и сплоченный коллектив. Бардель Петера Беймиша. Наверное, лучшее, что есть в этом чертовом сериале. С этого места попрошу поподробнее. Скажите, а вам там энергичные, привлекательные юноши не нужны? Я даже не знаю. А то, значит, сейчас без работы и все нормально. Не знаю даже. Ну же, Бейлиш, не ломайтесь, воспомините меня к себе. У меня даже костюм для работы уже готов. Ну же, Бейлиш, воспомините меня сейчас или никогда. Никогда, никогда еще Бейлиш не был так близок к смене ориентации. Что? А ты сказал, да что там Бейлиш? Здравствуйте. Лорос, у вас такая ха? Ахизма. Куда же я? Не открыл секрет регенерации. Да ладно. Спасибо за комплимент. Как же мне надоели эти ваши Вестерос-тучки. Вот доплыву до вашего Вестероса. Так при мне такого не будет. Я бы на месте Вестероса переехал. Бордели у них там. Разврат. Сделаем все, как в Майорине. Свободу. Равенство трудящимся. Высокий моральный уровень. А хлеб и сахар по талонам выдавать буду. Знаете. А кто не согласен, пополнит ряды безупречным. А я считаю. А вас, лорос, дворец, туда вас будут без собеседования. Тише, тише. Зачем же так нервничать? Вам будем отвлечься немного. Сменить обстановку. Обдохнули бы у меня недельку-другую, знаете. Что? Да как ты посмел предложить мне такое? Я Дейнерис Гури Рожденная. Я Кровь и Пламя. Я Матерь Дракона. О боже. Какой мужчина. Что там рассказать? Что она там говорила? А мы-то не знаем. Что ты сказала? Я Матерь Дракона? Я Матерь Дракона. Эй, почему ничего не происходит? Эй, мужчина, ты где? Я Матерь Дракона. Почему? Эй, мужчина. Да. Присядь. Присядь. Я Матерь Дракона. Да. Где Матерь Дракона? Дэнерис, милая ты тут, а это ещё кто? Кто это? Я? Дариона Харрис. Не узнали? И ещё бы, меня после третьего сезона никто не узнаёт. Дариона Харрис, королем отчим мне в жёны, чем докажите. Показать вам мой легендарный кинжат? Ну ладно, давайте потом. Дариона Харрис, ну скажите нам, это чудо или пластическая операция? Это мой стилист вышел из забоя. А, теперь понятно, он там пару сезонов был, судя по всему. Ну что ж, мы нас не бросим, присаживайтесь к нашим местам. Нет, спасибо, я не хочу чаю, я изголодался по любви. Ой, вы знаете, с любовью нас тут как-то не за тобой. Да, мы-то больше всё по интригам, по интригам. Да-да-да, вот он, например, убил свою жену, а любимую девушку, толчок, потом и садистов. А ему так после... Это не важно. Дариона Харрис всех научит искусство любви. Сейчас я покажу вам свой легендарный кинжат. А, нет, давайте не сейчас. А, вообще, знаете, Дарио, у нас там где-то за кулисами Сирворец в поисках любви из китайца. Вы получите ему показали, он оценит. Да-да, Дариона Харрис. Я найду его и учу искусство любви. А, знаете, у вас есть всё-таки любовь, это прекрасно. Это правда. А что вы, конечно, не понимаете? Я в молодости, знаете... Я в молодости. Да что вы можете... Да что ты знаешь о молодости, язычной? Вы хотите поговорить о вечной молодости? Очиститься от сквердных этого мира? Возродиться в сияющем пламени Владыки Света Ртуара? Приходите к нам в воскресную школу по четвергам и понедельцам. А дальше приводите свои близкие День оскаривающей крови под бесплатный. Ну что, Александр, а куда? Сегодня все вас почему-то покидают. И только Владыка Света не покинет нас. Он пошлёт нам Азор Рафая, принца, что был обещан. Вот и вы, к примеру, не видели Азор Рафая? Я нет. Но, вы знаете, у нас там запрызли всего раз, и он, я думаю, уже всякого налетался. Так что... Пожалуйста. Вы не поверите. Что случилось? Что получилось? Азор Рафайкина? Нет, лучше. Азбандарио показал свой легендарный шаг. Нет, ещё лучше. Что? Еще у Дель Невис. Для нас потрясающие новости. Дель Невис? Да. Ох, Алиси, ну откуда? Друзья, я скоро стану бабушкой. Из Ирион снес. Да, Из Ирион снес. Поздравляем. Теперь у меня четыре дракона будет. Да благословите его Владыка. И мы с ними вдвоем больше страху нанедём. И есть только одна вещь, которая могла бы сделать этот миг ещё лучше. В здании обнаружили покемоны. Где? Где покемоны? Вот он! Вот он! Молодец! 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 Молодец, молодец! Продолжение следует...